Наступает время, когда независимо от возраста мы все пребываем в ожидании чудес, сюрпризов и подарков. Это ничем не сравнимое ощущение сказки и волшебства. Нам неизменно дарит Рождество и Новый год. Здравствуйте! Вы смотрите праздничный выпуск программы «Время. Арт». Согласитесь, в эту пору мы все стараемся примерить на себя роль волшебников, чародеев и добрых фей. Великолепно с этой задачей справились участники городской выставки детского декоративно-прикладного творчества. В стенах художественного музея они организовали настоящую рождественскую сказку, которую создали своими руками. Новогодние поделки и картины, елочные игрушки и карнавальные костюмы. На выставке ребята представили более двухсот творческих работ. Про холоду привык, и в снежки играет с нами ловко, вместо шапочки бедрышко, а в руке метла. С неба сглится на солнышке, нам зима пришла. Наверное, тема Нового года и Рождества одна из любимых тем не только у наших педагогов, но и, конечно же, у наших учащихся. Поэтому всегда с большим удовольствием, с большим воодушевлением ребята представляют работы на данный конкурс. Здесь мы можем увидеть и мотивы на библейские сюжеты, и, конечно же, огромное количество символов следующего года, выполненных в различных техниках и материалах, которые бесспорно создадут и поднимут настроение не только у детей, но и у взрослых. Хочется отметить, что в этом году впервые было присуждено гран-при за серию калядных масок наших традиционных белорусских, которые показывают не только нашу историю, традицию. В работах отражены и наши белорусские национальные символы, и также наши белорусские национальные приказки и прималки. Я впервые участвую в выставке. Эмоции просто в перемешку сейчас идут. То есть это и страх, и радость, ну и гордость. Новый год для меня в первую очередь – это праздник в кругу семьи, родственников, близких. Ну и Новый год – очень хороший праздник для сближения семьи. Мне нравится работать с деревом. Его легко обрабатывать, зачищать, выпиливать из него. Сделали йогу внутри, там синяя бумага. Звезда сделана из трех звезд. Две из тонкой фанеры и одна из толстой. Трудились мы над ней сейчас. Раз, два, три, восемнадцать уроков. Керамика и глина занимаюсь недолго. Сделаны они из глины. Называется она «Рождественское утро». На ней мешок и рядом подарки. Ягоды есть, корзиночка. Это часть того, что ассоциируется у меня с Рождеством. Ну и Рождество для меня. Семья, радость, веселье. Дед Мороз, там, снегурочка, подарки. Дед Мороз, там, снегурочка, подарки. Дед Мороз, там, снегурочка, подарки. Это свято, но он лискает сердце и допомагает на повное открытие твоей ряду и участие Теомицу Божьего народжения. Здесь же, в Витебском художественном музее, разместилось настоящее кукольное царство. Выставка «Волшебство под Рождество» представляет несколько десятков коллекционных кукол из частного собрания Анны Страховой. Приобретать редкие игрушки девушка начала только в конце 2016 года. За это время в ее доме прописалось около ста кукол. У некоторых наиболее редких экспонатов есть даже свои документы, которые подтверждают подлинность, рассказывают про автора, количество экземпляров и историю их создания. Я всегда любила кукол, но не думала, что в какой-то момент начну их собирать. Я не считаю себя коллекционером, скорее собирателем. Собираю кукол для души. А началось еще как раз три года назад. В канун Рождества и сказке «Ожидание чего-то нового» я посетила выставку кукол. И там увидела ее, свою первую куклу. Это кукла американского автора Дианы Эфнер с названием «Эмили». Кукла очень редкая, очень красивая. Кукла Дианы Эфнер характеризуется милым, немножко грустным лицом. И этим цепляют внимание у коллекционеров. Считаются очень ценными и достойными экспонатами коллекции. Я верю в чудеса, что они сбываются. Я стала искать такую куклу. И чудо произошло. Нашла ее в столице Хакасии, в России, в городе Бакане. Она продавалась на одном интернет-сайте, посвященном коллекционированию кукол. И вот я там ее заказала. И моя Эмилия спустя две недели уже была у меня. И под Рождество как раз у меня поселилась моя первая кукла. Одной куклы, конечно же, стало мало. Для того, чтобы хотя бы куклы смотрелись, надо, чтобы было штуки 3-4, чтобы на полочке занимали, так красиво композиции стояли. Поэтому стала еще покупать, смотреть интересные экземпляры. И так у меня появилась у меня кукла Мисси, американского автора Памелы Эрф, которая живет в Коннектикуте. И делает куклы похожие на своих дочерей, которые у автора пятеро. И так уже появились другие куклы. Очень редкая кукла у меня поселилась автора Файз Экспанас. Куклы тоже производства США. Сейчас их даже в США очень сложно найти, большая редкость. И считается достоинством, украшением любой коллекции. Мне повезло. У меня есть свой волшебник, мой любимый человек. И он дарит мне куклы. И по праздникам, по поводу, и без повода задаривает меня новыми экспонатами. Поэтому сегодня моя коллекция начитает более 100 экспонатов. Это и коллекционные куклы известных авторов кукольников. И коллекционные фарфоровые немецкие куколки у меня поселились. Немецкие, швейцарские и тайландские клоуны. И куклы в народах костюмов мира. В моей коллекции есть и куклы, посвященные Рождеству. Это редкая очень куколка в американской фабрике «Джейк Спацифик». Называется «Холли». Куколка выпускалась в 1992 году, как раз к Рождеству. Есть фарфоровые немецкие куколки и сестрички в зимних нарядах. Особое место в моей коллекции занимает кукла из Нюрнбергского кукольного дома. Нюрнберг – город, немецкий город, который славится своими игрушками, считается лидером по производству кукол. И вот у меня поселилась одна такая кукла. Она, как заметил мой брат Владимир, говорит, «Ой, так это же Валюша! Она так похожа на нашу маму, что мы, правда, подошли и говорим, «Мам, так это же ты, мама, ты правда!» Точно копия в детстве. В моей коллекции есть разные куклы. Одни из них плачут, другие улыбаются, третьи умеют обниматься и даже обижаются. И так в моей коллекции поселился плачущий мальчик. Несмотря на то, что он плачущий, смотря на его, так и хочется улыбнуться, взять кроху на руки и немножко его пожалеть. Это кукла немецкого кукольного дома RF Collection. Эксклюзивное издание автор Глории Оливии. Считается очень редкой куклой и занимает достойное место в моей коллекции. Хочу пожелать вам рождественских чудес. Но не забывайте, что чудеса делают своими руками. Согласно китайскому календарю, 2019 год пройдет под символом желтого земляного кабана. Животное-покровитель года – такой же значимый символ праздника, как Дед Мороз, елка или мандарины. Сегодня в рубрике «Слайд» мы провожаем год собаки и встречаем год свиньи вместе с фотографами, которые избрали своими моделями именно этих милых питомцев. Никто не станет спорить с тем, что Новый год – самый волшебный, яркий, долгожданный и удивительный праздник года. Мы начинаем готовиться к его наступлению за несколько месяцев вперед, подбирая подарки, украшения и наряды. Американский фотограф Вильям Вегман традиционно выбирает костюм для торжества не только себе, но и своим питомцам. Уже более 20 лет символ уходящего года – собака – остается для фотографа лучшим другом и постоянной моделью. Снимки его в ей морских легавых можно легко узнать среди тысячи других по особому отношению. Собака для Вегмана – такой же человек, как и он сам. И дело вовсе не в костюмах, а в блестящем умении фотографа точно передавать человеческие эмоции, пойманные в позах и глазах его собак. В подтверждение тому, в 1982 году нью-йоркская газета «The Village Voice» назвала Мэн Рея, первую собаку Вегмана, Человеком Года. Вильям Вегман не единственный, кто подбирает наряды для своих четвероногих друзей. Более 25 лет фотограф Питер Торп из Бристоля создает милые рождественские открытки с участием своих семейных собак. Первый снимок, который положил начало этой доброй ежегодной традиции, был сделан в 1990 году. В кадре был любимый пес фотографа Пэдди, одетый в костюм одного из рождественских оленей Санта-Клауса. С тех пор Питер изобретал для Пэдди новый образ на каждое Рождество. Спустя годы фотограф объединил все скопившиеся снимки в серию открыток, которые с успехом продаются во всем мире. Питомец фотографа успел примерить на себя костюмы разных животных, покровителей Года по китайскому календарю. Для открытки с символом грядущего 2019-го Пэдди даже не пришлось переодеваться. При нужном ракурсе и освещении пес как по волшебству превратился в очаровательного поросенка. Маленькие декоративные свинки – самые милые на свете существа. Так считает британский фотограф Ричард Остин. Он создал серию замечательных снимков, на которых новорожденные мини-пиги кажутся игрушечными. Настолько удивляет их размер и умение позировать со съемочным реквизитом. Крохотные зверьки без проблем помещаются в чайную чашку, отчего уровень восхищения и умиления при просмотре этих снимков просто зашкаливает. Свинки в объективе Ричарда Остина так беззаботны и счастливы, что, кажется, всем нам пора брать у них уроки правильного отношения к жизни. Новый год, пожалуй, единственный праздник, который отмечается всем миром. Его с нетерпением ждут и люди, и животные. Самые искренние и преданные, дикие и непокорные, смешные и неуклюжие встречают праздник вместе с нами. Животное-покровитель года традиционно смотрит на нас в календаре и открыток, заботливо подготовленных лучшими фотографами. И пусть этот символ приносит нам удачу. Провожая 2018 год, мы хотим еще раз вспомнить, какими культурными событиями он нам запомнился. Чем порадовал, впечатлил и даже удивил. Происходило ли это в Витебске или в других городах и странах. А заодно познакомить вас с предстоящими проектами в сфере искусства, которые сулит нам новая веха в календаре. Своеобразный культурный дайджест подготовили Татьяна Ивановская и Юлия Тихевич. Я приветствую вас, наши дорогие друзья. Как уже повелось по доброй традиции, провожая Старый год, мы хотим познакомить вас и вспомнить наиболее яркие события, которые происходили в разных сферах культуры и искусства не только у нас в Витебске, в республике, но и в других странах мира. И начнем, наверное, с благодарности городу Новополоцку, который достойно нес знамя культурной столицы Беларуси на протяжении всего 2018 года. И сейчас торжественно передает его городу Пинску, эстафету. Мне особо приятно вспоминать и говорить об этом, поскольку Новополоц – город, в котором я родилась, то есть это моя малая родина. А 2018 год, как известно, был объявлен годом малой родины. И в связи с этим в нашей стране прошло огромное количество различных культурных мероприятий, выставок, концертов. Также была очень обширная кинопрограмма. Мне хочется вспомнить прежде всего выставку Осипа Цаткина, которая была представлена в Музее истории Витебского народного художественного училища. Организаторы привезли две скульптурные работы и живописные. И выставка получила такое символичное название «Возвращение», потому что, как всем известно, Цаткин родился в Витебске, учился в одном классе с Марком Шагалом, потом ходил в художественную студию к Юду Люпену, и уже только потом уехал и творил на Монпарнасе, жил в знаменитом Улии. И его имя вернулось тоже на малую родину. Это знаковое событие, которое произошло в этом году, в 2018-м у нас в Витебске. Это на самом деле важно, и белорусская земля всегда очень ценит и всегда благодарна людям, которые не просто прославили ее, но и обогатили. И одной из таких знаковых персон для нашей культуры, весьма необычной персоной, является гениальный, на мой взгляд, и не только, на мой взгляд, художник Езеп Дроздович, которого также еще называют белорусским Леонардо да Винчи. 130-летие со дня рождения этой уникальной личности для белорусской культуры отмечалось в этом году, и этому была приурочена масштабная выставка живописи, скульптуры и графики Езепа Дроздовича, которая прошла в Национальном художественном музее. В ней было представлено около 70 работ, собранных с различных музеев нашей страны. То есть это очень масштабная выставка, которая вряд ли повторится в ближайшее время. Ну, я не могу не вспомнить выставку Израиля Басова, которая была подготовлена к столетию со дня рождения его. Мало того, что это тоже возвращение белорусского художника, легендарной личности, наверное, первого нон-конформиста Минского, который был не признан при жизни, а это действительно такая глыба, такой талант. И к столетию его рождения выставка была подготовлена Национальным художественным музеем, она проходила, и по отзывам я многих встречала, кто побывал на этой выставке, они в полном восхищении, они не только открыли для себя этого художника, но и просто в полном восторге от его работ. И выставка, часть экспозиции, будем так говорить, она посетила и Витебск, и была представлена в арт-центре Марка Шагала, ее привез сын Израиля Басова, Матвей, такой же талантливый, не менее талантливый художник, как его отец. И экспозиция, которая называлась «Живопись чувств и размышлений», она была таким как бы своеобразным диалогом отца и сына, потому что Матвей Басов делает очень огромные усилия для популяризации имени своего отца, и выставка скоро отправится в Америку и пройдет по другим городам Европы. Да, мы желаем также успеха этой выставки и в других городах, потому что испытываем особую любовь к этому художнику, и выставка действительно впечатляет, наполняет и вдохновляет. И вообще в этом году в Витебске так случилось, было много столетних юбилеев. Столетие отметил Витебский областной краеведческий музей, отметила столетие 2-я Витебская гимназия, моя родная школа, в мою бытность это была 9-я средняя школа. Столетие отметил Витебский государственный музыкальный колледж имени Ивана Салертинского. И опять же, 30-летие отметил Международный фестиваль музыкальный имени Ивана Ивановича Салертинского и подарил нам незабываемые вечера, потому что один только концерт Бориса Березовского, гениального, не побоюсь этого слова, пианиста, произвел на меня такое впечатление, и только на меня, и я вообще его считаю, этот концерт одним из лучших в моей жизни, потому что я получила море удовольствия, это были эмоции, когда вот не просто сидишь и слушаешь музыку, а вообще куда-то отлетаешь, и эмоции тебе приполняют, и просто восхищаешься человеческому гению, на что способны талантливые люди. Это на самом деле замечательно, что у нас в городе проходит такой фестиваль, который дает возможность любителям высокого искусства услышать и увидеть своими глазами именитых музыкантов, которым рукоплескал весь мир, которые выступали на лучших мировых сценах, которых показывали по легендарному каналу МЭЦА, и мы можем услышать и увидеть все это сами. Да, хочется выразить признательность организаторам этого фестиваля, чтобы он продолжал жить, и особую признательность Дмитрию Ивановичу Салертинскому, который делает огромную работу по привлечению таких музыкантов, таких имен. Витебск. Да. Они, конечно же, участвуют здесь, в этом фестивале, прежде всего, из уважения не только к Дмитрию Ивановичу Салертинскому, но и к великому музыковеду Ивану Салертинскому. Он достойно несет имя своего отца. 2018 год действительно стал просто годом столетних юбилеев, и также столетие отметило Латвийское государство, с которым у нашего города завязалось давнее и крепкая дружба. И Латвийское консульство представило обширную культурную программу в честь этой памятной даты, на которой были представлены выставки культурно-прикладного искусства, живописи, акварельные, какие-то были еще работы представлены. Медали памятные. В музее частных коллекций Яниса Строполиса, знаменитого латвийского художника. Традиционные Дни Латвии, которые обычно у нас проходят в ноябре, в этом году длились на протяжении всего года и стали замечательным подарком. Весь год мы могли наслаждаться. Для нас, да. Ну и касаясь столетних юбилеев, мы, конечно же, не можем не вспомнить столетие со дня основания Витебского народного художественного училища. Это первое учреждение Белоруссии, где молодежь могла получать профессиональные знания в области искусства. И к столетнему юбилею Народного художественного училища было приурочено открытие выставочного мультимедийного пространства, которое повествует о его истории и о тех людях, которые работали и творили там. И также следует отметить, что мультимедийные проекты сейчас очень распространены в мировом искусстве, и это такой, как сейчас модно говорить, явный тренд. Подобную выставку я посетила в этом году в Санкт-Петербурге. Это выставка работ великого, на мой взгляд, Бэнкси «Вандал или гений» она называлась. Может быть, гений или вандал, это уже не суть, да. Но мультимедийная на самом деле. Она уже открылась после грандиозной художественной акции, которую он совершил. И мне кажется, это вообще самое главное событие в мире современного искусства этого уходящего года, потому что он не только, как говорится, гениальный художник, но он и гениальный, я не знаю даже, как назвать, перформер, да? Перформер и «Голос своего времени». Я думаю, так его можно назвать. «Голос своего времени» – это точно номер один. И всем известный скандал. Как сказал глава отдела современного искусства Сотбис, что Бэнкси не уничтожил произведение искусства, он создал его. В момент удара молотка его знаменитая работа «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась на глазах у всех присутствующих. Как уже потом на своем сайте писал Бэнкси, картина должна была уничтожиться до конца. Да, когда он репетировал, все происходило полностью. А тут она дошла до какого-то момента и остановилась. Но, видно, такое было проведение на глазах у изумленной публики. И ты, посетив лично выставку Бэнкси в Питере, согласна с мнением о том, что это главный художник современности? Неоспоримо. Потому что, на мой взгляд, подобного художника нет, который мог бы так убедительно, во-первых, очень неординарно, нестандартно, ярко выражать свои идеи. И при этом он же очень и социальный, и политический. Он все аспекты нашей жизни транслирует в своих работах. И настолько это делает ярко, непревзойденно, что, ну, как мой сын говорил, мурашки по телу. Ты подходишь к каждой работе – это история. История нашего времени. По работам Бэнкси будут изучать историю нашего времени. А это самое главное, на мой взгляд, для художника. И эта выставка действительно, она впечатляет, потому что это и мультимедийное пространство с огромным экраном. Аудиогид. Каждая работа – это история. И о них очень интересно слушать. Безусловно, Бэнкси богат идеями. Я думаю, немалую роль играет в поддержании ажиотажа вокруг его творчества, что он скрывает свою личность. Она до сих пор никому неизвестна. А ты слышала сплетни, что якобы это лидер группы Майси Фатак? Майси Фатак, да. Я знакома с этой информацией. И в продолжение темы художники Бэнкси я бы хотела сказать, что с всем своим искусством и этой акцией, в частности, он хотел показать. То есть она была направлена против коммерциализации искусства, мирового искусства. Необъективно завышенных цен на произведение. Необъективно завышенных цен. Таким образом он выражает, опять же, свое отношение к этому материальному миру, который стал слишком материальным. И в продолжение темы о современном искусстве хочется особенно остановиться на том моменте, что сейчас происходит активное внедрение высоких технологий в сферу искусства. И с помощью высоких технологий устраиваются различные перформансы, представления, инсталляции, медиапроекты. Так, первый в мире портрет, созданный искусственным интеллектом, портрет Эдмонда Дебелами, был продан в этом году на нью-йоркских торгах Кристис за 432 тысячи долларов, что в 43 раза превосходит предварительную оценку в 10 тысяч долларов. Искусственный интеллект создал серию изображений вымышленного семейства Белами. И сделал он это на основе 15 тысяч портретов, загруженных в его искусственный интеллект. Портреты эти настоящие, нарисованные в период с 14 века по 20 век. И компьютер их сам отбирает, да? Он проанализировал все и составил некую сборную картинку и выдал вот этот портрет, который оценили в такую кругленькую сумму. Почти полмиллиона долларов. Ну, кто-то говорит, что, допустим, раньше тоже и к импрессионистам скептически относились, и фотография не считалась за искусство, а время расставило все на свои места. Может быть, как такой сейчас техногенный век, кто его знает, на что способен дальше интеллект. Время покажется. Да, время все расставит, время все покажет, как это и бывает вообще. И не менее интересным с художественной и научной точки зрения представляется перформанс, который организовал в музее Вашингтона один из самых интересных и необычных мексиканских художников на нынешнее время. Этот художник, зовут его Лозана Хемер, он специализируется на цифровой видеоинсталляции. Инсталляция – индикатор пульса, создаваемая в режиме реального времени на основе отпечатков пальцев и кардиограмм посетителей. Затем эти персональные данные собираются и проецируются на экраны, и с помощью них формируется художественное изображение. Музей сообщает, что никакие персональные данные никуда не отправляются, и посетители могут быть спокойны на этот счет. И большинство посетителей свободно предоставляет свои данные для арт-проекта. Но все же находятся люди, которые пребывают в легком шоке и панике. Потому что Марк Цукерберг, основатель Фейсбука, тоже когда-то обещал своим подписчикам, что их данные не будут никуда распространяться. А оказалось, что… Все вышло иначе. Все вышло иначе, как жизнь показала. Стоит быть осторожным. Да, поэтому тоже люди некоторые, наверное, скептически относятся, что их биометрические данные куда-то уйдут дальше этого музея. Ну а мне хочется вернуться к классике и рассказать о блокбастере уходящего года. Это выставка, которая еще до открытия уже названа легендарной, то есть главной выставкой тысячелетия. Люди не боятся даже таких названий. Это выставка памяти великого голландца Питера Брейгеля-старшего, 450-летия которого со дня смерти мы будем отмечать в следующем году, вспоминать художника. И выставка уникальная прежде всего потому, что его очень ценные работы, потому что всем известно, что Брейгель писал на дереве, которые очень тяжело реставрируются, хранятся в определенных условиях. И перевозки практически не подвергаются, потому что все очень бережно хранят свои экспонаты, все музеи мира. Но тут собралось уникальное монографическое собрание его работ. То есть они впервые собраны вместе? Да, они собраны вместе, экспонируются. И впервые за 300 лет в одном зале на одной стене собраны 4 из 5 сохранившихся картин из цикла времена года. Шестая не сохранилась, а еще одну, находящуюся в Нью-Йоркском музее, Метрополитен, не удалось привести. Зато из собрания семьи графов Лобковиц в Праге приехал Синокос, ставший одним из центральных произведений выставки. Большинство представленных произведений никогда не покидали стены своих современных владельцев, а в одном случае пришлось даже изменить местный закон, чтобы поклонение волхов на снегу могло покинуть Швейцарию. Вот что делает высокое искусство, что законы даже меняются или сдаются под него. Да, это действительно потрясающее знаковое событие, уникальная выставка, и программа «Время. Арт» просто не может остаться в стороне таких знаковых вещей в мире искусства. И мы подготовим специальный выпуск для всех любителей творчества Брейгеля и для всех любителей искусства в целом, который мы покажем уже в январе следующего года. Ну и, конечно же, мы не можем не упомянуть и о главном событии 2019 года, это предстоящем венецианском биеннале, потому что нет ни одного художника, который бы его не знал и не мечтал бы участвовать в нем. И насколько даже я знаю, ну это даже наши, по-моему, художники подавали заявку. Ну, мы еще не знаем результатов, но будем надеяться. Пожелать им успехов. Вот, и оно пройдет под знаком проклятия. Так определил якобы куратор этой выставки Ральф Ругов, который уже называется самой влиятельной персоной 2018 года. Можно представить масштаб и воплощение, которое ожидает его идеи на этом биеннале. Но почему он дает такое определение, что... С чем это связано? Он говорит, что это псевдокитайское, утверждает, потому что нет источников. То есть изначально, насколько я помню, это изречение приписывалось Конфуции, так? Да. Но он заявляет, что нет ни одного источника, который бы подтверждал эти данные. И это вообще псевдоизречение, которое обрекло на многие вообще искажения в жизни нас. Потому что это стало крылатым выражением. Не дай бог нам жить во времена перемен, да? А он, наоборот, утверждает, чтобы вам жить в интересные времена. Это как бы и есть истинная трактовка этой фразы, да? May you live in interesting times. И он хочет, наверное, призвать перемены в нашу жизнь. Хорошие, да. Хорошие перемены и не бояться их. Потому что, ну, как без перемен, как не двигаться вперед? Они должны происходить. И не нужно искажать какие-то вещи, фразы. И, не говоря, уже потом искажения же в голове происходят. Правда же? Конечно. Так что будем стремиться к развитию переменам. И чтобы их достичь. И чтобы людям было не скучно жить. Чтобы они могли трансформировать себя. И окружающее вокруг себя пространство. Такие гиганты, как Google, в частности, организовали масштабный проект. Он так и называется Google Art and Culture. Это образовательный проект Google. И этот проект позволяет людям ознакомиться в мельчайших подробностях с жизнью и работами самых знаменитых и знаковых художников в мировом искусстве. Галерея Вермеера открыта, галерея уже упомянутого нами легендарного Питера Брейгеля. А в этом году открыта галерея Фриды Кало. И она носит название «Лица Фриды». То есть все любители искусства могут в мельчайших подробностях изучить ее картины и познакомиться с фактами биографии великой художницы. Ну и говоря уже о таких масштабных проектов, на мой взгляд, очень любопытный и интересный проект – это то, что один чудак, не побоюсь этого слова, правда, он очень богат, а к тому же еще и известный дизайнер модной индустрии Исаку Маэдзаву оплатил Илону Маску путешествия семи художников, в их числе и архитекторы, и скульпторы, живописцы, кинорежиссерцы, в космос. Можешь себе представить? Они полетят в космос за вдохновение. Это здорово, я думаю, они найдут. Хотела бы, чтобы тебе кто-нибудь оплатил путевку в космос за вдохновение? Что за вопрос? Конечно. Я бы полетела туда с удовольствием. Автор проекта, я так понимаю, ждет от вернувшихся художников гениальных произведений искусства? Не менее. Ну и на мой взгляд, такой любопытный тоже момент, что самую престижную премию британскую «Тернер» в области современного искусства получила художница за фильм «Снята на айфон». Это такая короткометражка о путешествиях художницы, и представляет она серию коротких роликов, посвященная такой сейчас популярной теме гендера. И продолжая тему о кино, своеобразный документальный фильм могут посмотреть все любители искусства в интернет-пространстве. Реставрацию культовой картины Рембрандта «Ночной дозор» проводят прямо в режиме реального времени и транслируют все это в интернет. Одному человеку вообще повезло в этой жизни. Он в этом году ночевал возле картины Рембрандта «Ночной дозор». Им стал счастливцем, таким стал Стефан Каспер из Голландии. Он стал просто 10-миллионным посетителем музея в Амстердаме. И руководство музея решило вознаградить его. Была установлена и кровать, чтобы он мог поспать, и ресторан, который существует при музее, приготовил ему ужин. Была преподнесена бутылка вина. И он вот таким образом провел целую ночь. Целую ночь с шедевром. Шедевром, да. И, как признаются из-за волнения, ему не удалось поспать. Но он признался еще, что его отношение к Рембрандту, которого раньше он не очень любил, изменилось. Это впечатление, которое останется со мной на всю жизнь, сказал Голлантик. Это, на самом деле, очень интересный факт. И хочется пожелать всем любителям искусства, и не только любителям искусства, чтобы они, вдохновившись этой историей, тоже провели как-нибудь творчески, необычно свою новогоднюю ночь. Может быть, если не вместе со знаменитым произведением искусства, то хотя бы устроив какой-то творческий акт празднования. Мы с тобой, я знаю, точно не сомневаемся, что искусство делает нашу жизнь ярче, богаче, интереснее. И нашим телезрителям, друзьям программы «Время. Арт» я хочу пожелать получать удовольствие от искусства, интересоваться им, наслаждаться им, радости вам в Новом году, всего самого доброго, незабываемых впечатлений. И спасибо огромное за то, что были с нами на протяжении 2018 года. И, надеюсь, не забудете нас и в следующем наступающем году. Рождественские колокольчики Выставка называется «Рождественские колокольчики». Почему так называется? Потому что очень хотелось бы, чтобы именно в эти рождественские дни новогодние, чтобы каждый ангел получил свои крылышки. Когда звенят колокольчики, ангелы на небесах получают крылья за добрые наши дела человеческие. Хотелось бы, конечно, на этой выставке познакомить зрителя не только с изображениями, с иллюстрациями сказок, но и дать возможность, чтобы почитали какие-то новые для себя сказки. Например, вот «Мой ангел», как раньше в батлейке звучали стихи и песни именно на Рождество, на Калятке, чтобы познакомились с настоящей сказкой, очень красивой, очаровательной сказкой «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Показать людям и маленьким деткам, что в нашем мире, у нас здесь на родине есть очень много тайн и загадок, и что у нас тоже есть свой гороскоп очень интересный, и он весь основан именно на сказках. Под большим впечатлением я осталась именно от сказки «Мой ангел», и к этой сказке шла очень долго, потому что сказка заставляет пережить очень много ярких эмоций, и радостных, и негативных. Но эта сказка заставляет душу трепетать и понимать, что именно в эти вот дни, в этот период у каждого из нас есть шанс, шанс на добро, на то, что всё получится, и что мы всегда, именно всегда, каждый день, каждую секунду, каждый миг под охраной самого чуткого друга, которого мы, к сожалению, не видим. Это ангел-хранитель. И вот этот звенящий колокольчик, который нам даёт ангел-хранитель, как шанс, что можно любую мечту, только честную, добрую, бескорыстную осуществить. И когда зазвенит этот колокольчик, обязательно всё сбудется. Любая сказка, она даёт шанс и путёвку в самый необычный мир. Если строить жизнь именно по сказкам, по любым сказкам, не обязательно, рождественским, галядным сказкам, то на самом деле каждый день будет праздник, всегда будет хорошее настроение. А когда хорошее настроение, тогда у нас и здоровье крепкое, и детей много, и друзей много, и жизнь полной чаши. Техника, в которой я работаю, она необычна тем, что она похожа на зимние морозы, которые трещат, скрипят под ногами, да, когда мы идём, и скрип, и создаётся. Так и вытянанки, каждый треугольничек, каждый кружочек, каждая пушиночка. Это точно как снежинка, как вот лёгкий зимний ветерок. Мне очень нравится зимой, когда яркое солнце и снег, когда каждая снежинка показывает свой красивый наряд. Вот это праздник вытянанки. Помните, как в детстве мы с нетерпением ждали момента, когда родители откроют запылившуюся коробку с ёлочными игрушками? Мы бережно их рассматривали и вешали на ёлку. И заметьте, чем старше была игрушка, тем сильнее её берегли. Ведь с каждым годом она обрастала историями и воспоминаниями о прошлых праздниках. Настоящую сокровищницу из более чем пяти сотен раритетных украшений представила коллекционер Наталья Ковалёва. Выставка «Когда зажигаются ёлки» в эти праздничные дни проходит в областном краеведческом музее. Здесь создана настоящая атмосфера праздника детства. А чтобы воспоминания были более яркими, в экспозиции представлены детские игрушки, книжки, конфетные фантики, фотографии детей в карнавальных костюмах. И, конечно, новогодние открытки того времени. Весточки с поздравлениями и пожеланиями счастливого Нового года. В ёлочной советской промышленности игрушечки «Антикварные» — это до 1966 года выпуска и после 1966 года винтажные игрушки. Два года назад и в прошлом году я проводила выставки «Антикварных игрушек» в МИЧК и в этом музее, в Ратуше. А в этом году мы решили разнообразить и показать витебскому зрителю, так сказать, посетителю, игрушки винтажные, то есть эпохи 70-х-90-х годов. Я очень рада, что такое количество народу пришло, что люди заинтересовываются ёлочными игрушками. На самом деле, тема ёлочных игрушек неисчерпаема. Можно изучать их и изучать. Я занимаюсь ёлочными игрушками уже 9 лет и я хочу сказать, что конца краю не видно. Особенно меня, конечно, интересует вопрос атрибуции игрушек. Это очень сложное дело и оно меня очень увлекает. Ну и также меня весьма привлекает реставрация игрушек, потому что это, мне кажется, благородное дело. И мне кажется, что наша земля похожа на ёлочный голубой шарик, очень хрупкий, который вращается на огромной небесной ёлке. И мы летим на этом шарике и в наших руках, конечно, сделать так, чтобы этот хрупкий шарик не сорвался, не разлетелся на миллионы частиц, чтобы он продолжал красоваться. А мы все встретим наши новые-новые витки. Эта выставка всегда вызывает восхищение, потому что возвращает нас в детство. Ну а мы решили сделать эту выставку в антураже тех годов, потому что сегодня Наталье представлены игрушки 70-х, 90-х годов. И здесь есть уголок интерьера 80-х годов. Здесь есть куклы, одежда, лыжи, коньки, часы, календари 60-х, 70-х, 80-х годов. Но с календарями, наверное, интересно диапазон временной. От 1938 года перекидной календарь, отрывной, сохранился. И календарь 1999 года, порубежья, большой красивый календарь Витязя. И еще, наверное, всем будет очень интересно увидеть фотографии 60-х годов. Мы были девочками, мы были малышками. На маму шили платьица, надевали какие-то самодельные короны. Теперь это немножко по-другому. Теперь все можно купить в магазине. Наверное, это хорошо. Но вот этот отзвук времени, он всегда приятен. В мире, где главным праздником, является Рождество, не так много песен, посвященных Новому году. И, пожалуй, лишь одна из них стала мировым хитом. Это Happy New Year знаменитого шведского квартета «Абба». Сегодня история этой песни в рубрике «Диез». Мы, владеющие английским на уровне средней школы, то есть никак, напеваем мотив этой новогодней песни с радостными улыбками. Однако боюсь, что ее перевод шокирует многих, поскольку выяснится, что слушать эту песню лучше всего не в канун, а после Нового года, в тоскливом похмелье. Выпито шампанское, и фейерверки закончились. Мы стоим одинокие и грустные. После вечеринки утро такое хмурое, не такое, как было вчера. Пришло время сказать. С Новым годом, с Новым годом. Пусть нам всем видится иногда мир, в котором наш ближний нам друг. С Новым годом, с Новым годом. Пусть у нас хватит сил для исполнения наших желаний, иначе нам ничего не останется, как только лечь и умереть. Тебе и мне. Участники Абба давно хотели написать свой новогодний хит. Его первая версия называлась не совсем серьезно. «Папа, не напивайся на Рождество». Но красивую мелодию решили на шутки не разменивать, а сделать вещь лирическую. В итоге песня получилась не столько лирическая, сколько грустная, местами даже мрачная. Все-таки иногда полезно не знать английского в совершенстве. История неувидающей композиции началась в самолете. Когда в начале 79-го Абба летели отдыхать на Барбадос. Во время полета Бьорну и Бенни пришла в голову идея записать вместо очередного сборника милых песенок настоящий концептуальный мюзикл. Идея мюзикла состояла в том, что за новогодним столом собираются шведы, размышляют о предстоящем десятилетии, делятся своими надеждами. Однако при попытке написать сценарий идея показалась слишком банальной и не нашла воплощения. От проекта осталась всего одна песня. Зато какая. В ноябре 80-го Happy New Year появилась на пластинке Super Tupper. Хотя Абба и сняли для песни промо-клип, синглом в англоязычных странах и родной Швеции она не выпускалась. Сингл вышел в Японии и Латинской Америке, для которой группа специально записала песню на испанском, заменив название на Felicida. Со временем стало понятно, что Абба создали не коммерческую однодневку, а настоящий, неувидаемый хит. В конце 80-х в исполнении Марины Капура появилась и русскоязычная версия, из которой были исключены печальные и тревожные строки. В 99-м песню записал подростковый коллектив «Эйтинс», проект, занимающийся перепевками песен Абба. К началу нового столетия участники Абба также записали новую версию старого хита, тем самым как бы подводя итог уходящему веку. А я закончу приятной новостью для поклонников группы. Абба объявила о записи новых песен, которые будут представлены в новом 2019 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И не забудьте, что праздновать наступление нового 2019 года нам предстоит еще не один раз. 13 января мы встретим его по старому стилю, а 5 февраля по восточному календарю, когда символ года – желтая свинка станет полноправной хозяйкой. А она, как известно, натура творческая, а потому и к людям творческим весьма благосклонна. Радости, удачи, счастья, волшебства вам и вашим семьям. До встречи в новом 2019 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok